всем здорово всем привет после работы вот собрался ехать домой по пути еще надо за некоторыми продуктами магнит зарулить и думаю почему бы не совместить путешествие домой после трудового дня с таким вот видосиком со своими замечательными подписчиками прекрасными людьми наконец-то сегодня первый день у меня был когда я отработал в ноль то есть у меня есть некоторая сумма которую должен делать магазин чтобы я вышел на точку безубыточности и еще при этом посадил туда человека вот до этого я в принципе все время работал в минус но кой какой-то кой плюс но с учетом вычета налогов с учетом вычета всяких расходов дополнительных по большому счету работал в минус вот сегодня первый день я получается сработал в ноль и это не может меня не радовать потому что точкой безубыточности это скажем так та отправная точка когда бизнес уже хоть как-то считается рентабельным ездил сегодня поставщикам к одному поставщику кстати тоже чё хорошо но вообще чё нужно всегда нужно сразу говорить вот как вот ты считаешь нужным сразу берешь и говоришь так секундочку тут у меня как попал охотик лежит как вы считаешь нужно так сразу берешь и говоришь потому что последний раз у поставщика немножко меня обсчитали но ясно что не специально потому что у них там две позиции там же огромная номенклатура две позиции просто находятся рядышком друг по другом почти одинаковое название ну просто разница в цене раза в три вот я сразу как это обнаружил несмотря на то что обнаружил через несколько дней там дофига большой список я вот сел вечером в воскресенье на работе хлоп посмотрел смотрю не совпадает в понедельник сразу отзвонился сказал и буквально на слово они мне поверили что так и так в общем мы с ними договорились что необходимо вернуть и сегодня поехал все нормально вернули но единственное конечно накладные все равно с собой взял но вернули в принципе без проблем вот такие пироги сейчас еду в магнит нужно заехать что-то еще хотел сказать а хотел я еще сказать по поводу этого как его как его как его просто полицейская машинка как-то я без страховки немножечко задумался тут еще дорога такая подсорная короче и они прямо за мной едут и фиг его знает все обычно вылазят здесь на встречку и я вылажу на встречку здесь по этой вонючей дороге но сейчас я вот приходится ехать и соблюдать правила дорожного движения хотя они как-то отстали там далеко можно было и вылезти ну вот чего хотел сказать я удалил не удалил я закрыл доступ к видосу где я рассказывал про этот про ссанину короче про свое отношение к этому ролику там как чувака один там чувак предлагал выпить своей мочи там народу вот и про свое отношение ко всем к тем кто продвигал этот ролик ставил лайки на пищу что-то подобное вот в комментариях мне один замечательный человек уже написал что мол тот тип сделал опровержение но типа извинился вот то ли на самом деле была постанова что кстати немаловак ну как очень похоже на то или может быть просто он скажем так перед общественным резонансом решил передумать и сделать что типа это была постановка извиниться вот в любом случае видос такой вот сопровержение не сопровержением скажем так с извинениями перед теми кого задел его вот этот его ролик и с комментариями что мол это была постановка и там где он тоже выпил из одной банки с якобы с тем же мужик мужичком что якобы там яблочный сок был вот я посмотрел и и несмотря на то что я остаюсь при своем мнении относительно всего вот этого вопроса да и взглядов на всю вот эту хрень на предложение выпить мочи людям у меня нет какой-то радости поливать кого-то грязью а все равно блин вот эта дорога а все равно если вот этот мой видос где я там матерю и называю не хорошими словами людей находится в интернете это получается я постоянно пока он находится в интернете поливаю кого-то грязью и ругательствами в этом ничего хорошего я не вижу поэтому если человек вот так вот выложил видос даже что он приносит извинения ко всем кому он мог задеть этим роликом и как бы все-таки выражает более человеческую точку зрения на весь этот вопрос я считаю что такой вот оскорбительный видосик свой несмотря на то что я его специально сделал с таким названием что его по тому вопросу не найдешь я решил закрыть вот но мнение свое сохраняю по поводу вообще вот этих вот предложений людям ну вообще по поводу унижения людей намеренного унижения заведомо находящихся в более слабом положении людей вот что еще хотел сказать блин тут едешь и ненароком всех обрызгиваешь вот уже вагнит здоровенький сейчас к нему подъеду он не он да здесь как раз хороший день читаю слушаю сейчас книжку у Дейла Карнеги точнее переслушиваю потому что я в свое время читал ее а сейчас такую компиляцию из различных глав вот но я читал ее очень давно буквально в школе еще учился тогда и многие вещи прям по другому глядишь на них и немножко по другому они открываются для тебя хороший совет по поводу того что блин совет из головы вылетел пока базарил все это дело и смотрел за дорогой вот сейчас попробую вспомнить что там мне посоветовал Дейл Карнеги ладно забыл короче он все там хорошее советует все хорошее советует мне почему-то все вспоминается по поводу не критиковать тоже хорошая вещь но что-то более такое стоящее он говорил еще одна ментовская машина выезжает что-то разъездились они тут пока я без страховочки догоняю но я тут уже привык ездить по таким краям вот волга старенькая круто выглядит конечно видимо еще тюнингованная какая-то но вообще она прикольно выглядит так внешний стиль такой у нее классный ну ладно тогда подъехал я к магниту парковочки сейчас пойду смотреть что там у них есть по супер цене потому что сейчас пока денег нет приходится все он только по супер ценам брать в разных агатах да магнитах давайте всем пока потом я уже с музычкой поскорее скорее домой поеду мне все когда еду какая-нибудь классная песня я еду ору ее все время хочется еще камеру врубить и вместе с вами ехать и петь ну ладно побежал дома ждут делишки всякие разные давайте подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всего хорошего книжки нужно мне сделать парочку книг я тут прочитал точнее прослушал на работе нужно сделать обзорчики скорее 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 правда такие книжки не очень важнецкие вот но все равно ладно давайте все вышел из магазина рано с вами попрощался потому что вышел из магазина пока садился ну что можно дальше продолжить записывать дальше пока еду домой короче нихера не купил я на тысячу 31 рубль как конечно не то чтобы совсем нихера но вообще поменялись какие-то магазины и сам я перестал по-другому ходить если совсем недавно я ходил в магазин и в принципе без проблем рубля на 3 набирал как бы спокойненько и душа моя еще была как бы спокойная особо не напрягался то есть сейчас я в основном хожу смотрю что-нибудь по супер цене что-нибудь смотрю чтобы было со скидоном вспоминаю сколько это стоит в другом магазине и даже подумываю что есть смысл заехать в другой магазин и купить там на несколько рублей дешевле вот и люди все тоже короче по-другому раньше все ходили с полными телегами не спеша то сейчас как-то все так мечутся стоят долго выбирают у всех тележках мало насыпано и такой как бы вестник вестник апокалипсиса короче мужик там какой-то ну не мужик такой знаете старикашка худой-худой но видно что не сильно старый может ну лет 50 ну такое просто бомжеватого вида с пустой тележкой гонял там в районе муки и сахара и всем подряд говорил что вот здесь дорого-дорого ох дорого 43 в иштрейдинге я не знаю что он смотрел то ли муку то ли сахар то ли масло подсолнечное но про что-то говорил что здесь очень дорого в магните стоит это дело 43 а в иштрейдинге ну другая как бы у нас маленькая своя сеть магазинов местная там 39 стоит и вот он прямо как знаете как не знаю предвестник чего-то как раньше ходили по улицам немножко полоумные как бы да и покрикивали там свои вещи вот и он тут тоже ходит с этой пустой тележкой мечется туда-сюда и всем и вроде и всем и вроде и никому твердит что дорого-дорого-дорого здесь ой как дорого так здесь я как-то колесо бомманул нужно аккуратно ехать вот так вот в итоге взял я исключительно по минимуму что заказывали единственное конечно что выбилось из списка списка покупок типа там курица яйца и тому подобные вещи яблоки я взял себе контейнер крутой я видел контейнеры можно и за 60 рублей купить но я все время видел то меня крышка не устраивает держится еле-еле будешь что-нибудь нести и отпадет и в итоге там вся сумка будет в жратве то емкости большие потому что у меня дома есть пара контейнеров но они такие огромные короче что их ну не знаю даже возьмешь там себе поесть и твой прекрасный набор еды болтается там как непонятно что я люблю когда контейнер точно заполнил на день и тебе этого хватает на раз или на два раза поесть ну в зависимости того насколько длинный день вот так вот и тут дошел крутой короче польский контейнер и стоит он 179 рублей все контейнера там ну 100 рублей за 60 рублей можно купить вполне такие а тут 179 и вот жаба меня душила 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 а потом думаю блин 179 сраных рублей и за такой фигни я тут ну я не знаю с чем сравнить бутылка водки наверное столько не стоит я правда очень-очень давно не покупал водку наверное год и четыре и не знаю вообще сколько она стоит ну примерно предполагаю колбаса палка колбасы стоит дороже вот поэтому я решил что лучше купить что-нибудь нормальное качественное и потом радоваться этому ну что-нибудь не одноразовое вот такое чтобы потом ты все время смотрел и прямо чувствовал что ты купил качественную вещь и не жалел об этом и радовался какой ты молодец чем купить какую-нибудь ерунду и потом постоянно вспоминать что вот была же нормальная штуковина которая бы тебя полностью во всем устраивала нет ты пожалел каких-то сраных там 50 рублей ну 70 ну ладно 100 в принципе на телефон положить один раз и в момент проговорить вот снова начинаются слова паразита у меня вроде как-то я думал что уже поменьше их стало погодка конечно непонятная то дождь то солнце по идее круто было бы если бы у тебя все на огороде посажено но из-за этого дождя мы еще не успели ничего посадить толком там по мелочи говорят посадили а картофель ты еще остался не посадил поэтому смысла в такой погоде нет вообще вот так вот еще хотел я рассказать что сегодня информация вообще это сила сегодня я вообще постоянно копаю ищу новых поставщиков чтобы ну чтобы задешево покупать товар чтобы по максимуму получать в себе зарабатывать по максимуму денег нужно найти как можно более дешевых поставщиков того что продается и вот я пытаюсь на них выходить постоянно и вот нашел тоже одного типа ну так организацию одну узнал что у них сколько стоит все у них стоит дороже чем у моего основного поставщика но одна хорошая вещь наполнитель один стоил дешевле и причем он ходовой прямо ходовой наполнитель и я а к нему ездить неудобно чего-то другого набирать нет смысла только за этим наполнителем ездить тоже нет смысла и я просто сегодня приехал к своему поставщику набрал там всего а вот поэтому я сказал ну я просто рассказал эту историю я говорю есть вот такая контора у них вот это стоит столько это типа дешевле чем у тебя ну чем у вас я говорю с вами работаю с вами с удовольствием вы и дальше работаю смысла говорю большого туда вот за этим ездить нету но если по такой цене то конечно же лучше я потерплю и возьму у них этого побольше подешевле все тут же меня понял и теперь мы работаем по другой цене вот как бы ничего такого удивительного с одной стороны с другой стороны еще раз подтверждает что информация сила просто владение информацией я теперь каждый раз экономлю хоть по чуть-чуть но в месяц нормально получается кстати по поводу вот ник 86 подписчик один замечательный мне советовал в Ашане взять наполнитель к сожалению в Ашане нет такого наполнителя весового но не зря я туда съездил там есть некоторые другие вещи которые можно брать а потом у себя продавать с небольшой наценочкой но по выгодной для людей цене вот так вот еще хотел сказать я что заценил в магните ну что-то мимо проходил я там катаюсь постоянно на тележке как-то не обращаю внимания на людей хлоп хватаю наваливаешься на тележку и как на скейте я отталкиваюсь и качусь на ней короче сейчас рельсы будем проезжать в общем я там сразу заценил туалетную воду как она называется Adidas Drive по-моему называется в общем туалетная вода Adidas синего цвета не берите вообще говно но лично на мой взгляд потому что я смотрю стоят эти тестеры думаю ну там все хрень какая-то стоит смотрю вроде Adidas может быть нормальная несколько понюхал самая более-менее нормальная была Adidas Drive короче набрызгался там весь по детской привычке в детстве а в Москве когда я был там придешь к ним в этот в Арбат Престиж с товарищем мы там пришли как-то раз и давай все проверять он правда купил себе конечно какую-то буржуйскую воду потом а у меня по-моему неделю еще вся одежда пахла хуго-боссом живанши там ну и всякими другими буржуйскими ароматами вот я по этой же по старой памяти но тем более один как бы это я когда с семьей хожу более-менее нормально посолиднее пытаюсь себя вести по крайней мере на тележке не так открыто гоняю а тут один вообще насрать на чужое мнение вскочил на тележку говорю бежу там устроил гонки на тележках сам с собой правда вот облился весь этой водой туалетной теперь вообще воняет блин лучше бы я этого не делал поэтому сразу говорю вот это adidas drive к сожалению на мой взгляд говно говном потому что запах с трудом терплю когда едешь в ласточке замечательный может из-за шумоизоляции плохой может еще из-за чего хочется орать в камеру думая что меня плохо слышно блин вот уже почти 9 часов вечера я только только возвращаюсь домой с работой очень обидно что вот так пролетает время жизни вообще а кстати вспомнил я что хотел сказать у Дейла Карнеги то что у него написано короче что якобы там исследования какие-то были то и все в общем чувство усталости по сути особенно каким-то умственным трудом на самом деле вызывается исключительно эмоциями и чаще всего скукой то есть то есть если человеку интересно что-то как-то увлекательно там здорово то чувства усталости у него нет ну да если физически ты там работаешь пашешь 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 у тебя может быть есть чувство физического утомления и то если ты вовремя поел там еще что-то восстановил свои силы то оно проходит очень быстро а вот именно чувство вот такой вот усталости когда хочется спать ничего неохота руки опускаются на работе часто вот многих такое наверное я не знаю мне знакомо по крайней мере когда раньше я на какой-то другой работе работал вот это именно из-за скуки когда тебе интересно когда тебе увлекательно когда тебе весело ты не устаешь вот сейчас я практически ну очень давно я ел я ел где-то в 2 часа дня до этого вообще рано утром то есть один раз всего я поел сегодня много что делал куда попало ездил опять клеил эти объявления дофига сегодня народу было ко мне в магазин приходило но я бодр и свеж потому что мне весело и интересно вот это я хотел сказать что на самом деле я полностью ну не полностью считаю что наверное Карнеги 95% прав а может на все 100% что чувство утомления чувство усталости вызывается исключительно каким-то внутренним настроем эмоциональной усталостью и когда вот у тебя настроения нет скучно тебе а если у тебя есть настроение тебе весело и интересно интересно самое главное блин дорога говно тогда ты не устаешь и готов дальше работать ладно с соседом поздороваться ладно он там что-то куда-то за руль сел ну ладно тогда домой я приехал блин места нет нормального а вот сосед уезжал надо было на его место встать ладно потому что встану подальше сейчас гляну еще поди места сейчас не будет здесь вроде такая здоровенькая парковочка у дома ну относительно у него города конечно да реально нет места все заставлено а все везде заставлено и очень сильно это напрягает ну пока круг вокруг дома дел сосед наверное уже умчался сейчас заеду на его место встану у него там нормальное местечко или здесь вот сейчас будет между машинами ну-ка-ну-ка-ну-ка еще веселит когда машина вот так вот ну вот посмотрите я не знаю видите не видите здесь настолько тютелька в тютельку короче места блин еще люк перевернутый что-то там можно колесом заехать ладно короче ребят я буду сейчас место искать я думаю сосед там отъехал сейчас попробую встать на его место заскочить сейчас посмотрим умчался он не умчался о вроде уехал шикарно прямо к подъезду сейчас кружок конечно навернул я вокруг дома но сейчас прямо к подъезду заскочу заскочу хоп-хоп-хоп вот шикарненько ладно давайте всем пока приехал я домой а